Друзья всем привет с вами канал Китайфак и сегодня сделаем небольшой сравнительный обзор на два зеленых лазерных уровня это Клубиона 3D Green и Firecore 3D Green. Подробные обзоры на них можете посмотреть на моем канале. Так ну давайте начнем со стоимости этих приборов. Значит Клубиона на сегодняшний день стоит в районе 14 тысяч рублей, а Firecore 10 850 рублей. То есть разница чуть больше трех тысяч. Так ну давайте разберемся что мы получаем за эту разницу. То есть по комплектации Клубиона 3D поставляется вот в таком чемоданчике пластиковом довольно неплохо сделанном. В комплекте значит идет такой бокс на 4 батарейки специальный. Это если у вас нет аккумулятора то можно работать спокойно от батареек. Такой уже более продвинутый треггер который уже имеет три истировочных винта, поперечное смещение, продольное смещение и поворот вокруг своей оси. Также треггер имеет снизу резьбу 5,8 дюйма для установки на штатив. При надобности ножки у него откручиваются. Лазерные очки зеленые и магнитная мишенька. В комплекте Firecore 3D Green за 10 850 мы получаем только мишеньку, поворотное основание, но уже без микровинтов просто чтобы поворачивать прибор вокруг своей оси. И также это поворотное основание внизу имеет резьбу 5,8 дюйма для установки на штатив. Помимо всего в комплекте идет такая мягкая сумочка. Очень кстати хорошо сшитая, компактная, неплохая сумка, к которой прилагаются ремни. То есть по сути за 3000 рублей мы приобретаем полноценный треггер, который кстати продается отдельно, он стоит 2700. Ссылку на него также оставлю в описании. Получаем возможность работы от сети и от аккумулятора. Да, вот кстати в комплекте идет вот такой зарядник с двойным концом. Один заряжает батарею microUSB, другой выход для работы не непосредственно от сети. И получаем дополнительно лазерные очки. То есть в принципе эти 3000 они оправданы на самом деле. По качеству сборки оба прибора очень качественно собраны, то есть поподробнее можете посмотреть в обзоре, но как видно Firecore вообще стремится к идеалу и на самом деле корпус идеально собран. Стекла в обоих нивелиров имеют специальное покрытие для предотвращения большого количества посторонних бликов от зеленого лазера. Именно у Firecore снизу только одна резьба 1,4 дюйма для крепления на штатив. У клубионы две резьбы 1,4 и 5,8. Качество сборки корпуса также очень хорошее. Материалы применяются очень качественные. И как видите стекла также имеют специальное покрытие. Да, друзья, также у клубионы 3D на корпусе имеется пузырьковый уровень для предварительной грубой установки. Так, ну давайте рассмотрим какие режимы у них есть и каков алгоритм переключения плоскостей у того и другого. Так, давайте начнем с режима работы с заблокированным компенсатором. У обоих приборов этот режим есть. У Firecore он включается с зажатием верхней клавиши буквально где-то на 4 секунды. И можно работать с заблокированным компенсатором. Но линия в этот момент будет мигать с дискретностью где-то в 5 секунд. У клубионы 3D включается этот режим тумблером на серединное положение на замочек. Также можно размечать что-то под наклоном. У клубионы уже линии в этом режиме не мигают. Также можете переключать плоскости в этом режиме. И у Firecore тоже самое, плоскости переключаются. Далее режим работы с приемником. Опять же есть у обоих приборов. У Firecore во включенном состоянии удерживаем верхнюю клавишу в районе 5-6 секунд. И линия начнет гореть тусклее в пульсирующем режиме. Вот линия начала гореть тусклее. В этот момент можно работать с приемником. У клубионы 3D режим включаются клавиши сверху. То есть тут загорается только индикатор над этой клавишей. Линия сама горит абсолютно так же, не тусклее, не ярче. Поэтому можно определить только по соответствующему индикатору сверху. Далее давайте разберем алгоритм переключения плоскостей. То есть Firecore 3D при включении тумблера загорается сразу горизонт. Потом нажатие кнопки, загорается вертикаль, горизонт отключается. Следующее нажатие горит вторая, одна вертикаль. Следующее нажатие горит только две вертикали. И последнее нажатие горят все три плоскости. При следующем нажатии соответственно опять переходит в первоначальное значение. Горит только горизонт. Выключаете тумблер, прибор выключается. У клубиона 3D несколько другой алгоритм переключения плоскостей. То есть при включении тумблера загорается сразу горизонт. При нажатии на соответствующую клавишу горизонт продолжает гореть. включается первая вертикаль, следующее нажатие вторая вертикаль, но горизонт при этом также продолжает гореть. Следующее нажатие отключает все плоскости, но чтобы выключить прибор нужно выключить сам тумблер. То есть по факту получается, что у клубионы нельзя оставить одну вертикаль, у Fireco в этом плане конечно алгоритм более продуманный. Так давайте сейчас сравним яркость и толщину линий на разных расстояниях. На расстоянии 50 сантиметров линии у обоих приборов где-то в районе двух миллиметров, линии очень яркие и заснять истинную величину очень сложно, но есть такое ощущение что у клубионы линия чуть-чуть потоньше. Так давайте посмотрим на одном метре толщину линии, на одном метре у Fireco 1,7-1,8 миллиметра клубиона кажется чуть тоньше. Так давайте посмотрим на 4 метрах. На 4 метрах линия становится еще тоньше и тут уже вперед вырывается Fireco, то есть у Fireco линия где-то в районе 1,2 миллиметра, у клубиона же где-то в районе 1,5 миллиметра. Так давайте посмотрим еще на 6 и 10 метрах. На 6 метрах линии практически одинаковые, чуть меньше 2 миллиметров и давайте посмотрим на 10 метрах. И друзья на 10 метрах линии у обоих нивелиров в районе 2 миллиметров по яркости видно что Fireco, который идет снизу он все-таки поярче. У клубиона такое ощущение как будто мерцает, но на самом деле такого мерцания нету, когда смотрите глазами. В общем друзья, что мы имеем? Два классных уровня по доступной цене по сравнению с аналогичными нивелирами на нашем рынке, оба с отличным качеством. То есть на самом деле выбор очень сложный, можно поступить так, если поджимает по деньгам, то смело берите Fireco, вы в любом случае не пожалеете. Если хотите взять с дополнительными прибамбасами в виде треггера, с микровинтами в виде возможности работы прибора от сети, это конечно очень удобно, очень классно, то конечно же можно смотреть в сторону клубиона 3D. Ссылки на эти приборы на проверенных продавцов я оставлю под видео, есть такие же варианты у этих производителей и с красным лучом, стоят они гораздо дешевле. Друзья, вот такой сравнительный обзор получился, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, не забывайте жать на колокольчик, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok